На очередной 51-й сессии районного совета депутаты рассмотрели несколько ключевых вопросов, которые касались изменений правил землепользования и застройки в Вардниковском сельском поселении, генеральных планов территории Школьнского сельского поселения, а также дали согласие на прием муниципальную собственность района, квартиры для медицинского работника. Об этих и других решениях в следующем материале выпуска. В связи с несоответствием правил землепользования и застройки территории Родниковского сельского поселения к генеральному плану, а также приведением градостроительных регламентов в соответствие, депутатам было предложено внести ряд изменений. Мы в графическую часть вносим изменения и дополнения, и отражаем зону транспортной инфраструктуры, так как появилось очень много желающих оформить земельные участки на данной территории. Публичные слушания по этим вопросам прошли, поэтому, заслушав информацию, депутаты выразили свое согласие. Также депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в генеральный план Школьненского сельского поселения. 26 предложенных изменений касались генеральных планов территорий Архиповского, Леонтьевского, Школьного, Лантратова, Вербина и других населенных пунктов. Имеется результат заключения публичных служений, имеется решение Совета поселения. То есть, то, что сделано, это в целях развития территории Школьненского поселения. Рассмотрев все пункты, депутаты просьбу удовлетворили. На обсуждение депутатского корпуса был вынесен вопрос о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества. Администрация муниципального образования Белореченский район предлагает внести изменения в программу приватизации муниципального имущества и установить способ приватизации указанных объектов посредством публичного предложения. Такой способ приватизации установлен законодательством в случае, если аукционы не состоялись. Председатель совета Татьяна Марченко уточнила, что речь идет о бывшем здании 31-й школы и здании бывшей молочной кухни. Принимая во внимание обращение Пшехской сельской администрации и решение совета, районные депутаты согласились принять в собственность района квартиру для последующего предоставления медицинскому работнику Пшехской амбулатории. Следующий вопрос, стоящий в повестке дня сессии, был чисто технический. Изменился адрес, по которому расположено управление культуры. Нам теперь необходимо внести изменения в основные документы, в том числе в положение управления культурой. В рамках 51-й сессии районного совета о ходе выполнения концепции государственной политики Краснодарского края в отношении кубанского казачества в Белореченском районе доложил районный атаман Виктор Мельников. В настоящее время Белореченское районное казачье общество состоит из 12 первичных казачьих обществ, в том числе одного городского и 11 первичных. То есть во всех сельских поселениях есть казачье общество. Обширское поселение у нас отличается от других. Единственное в Краснодарском крае, на территории которого два общества, входящих в госрегистр. В рамках реализации концепции в Белореченском районе действовало несколько муниципальных программ, поддерживающих развитие казачьего общества. В 2014 году на эти цели из бюджета было выделено более полумиллиона рублей. В 2015 году почти столько же из бюджета и 435 тысяч рублей из внебюджетных источников. В целях организации совместной работы по обеспечению общественного порядка заключены трехсторонние соглашения между администрацией района, отделом МВД и Белореченским казачьим обществом об участии казачьих дружин в охране территории. Участие казаков в общественной и политической жизни Белореченского района Краснодарского края отмечено благодарственными письмами и государственными наградами. Наталья Пугачева, Сергей Чернецов, События и люди.